Инсульт атластинского инсулта. Скачу, впрыгиваю. Это мозговой удар, острое нарушение мозгового кровообращения. Это одна из самых распространенных и губительных болезней 21 века. Потому с 2006 года во всем мире 29 октября проводится единый день борьбы с этим заболеванием. Подготовке в районе целого комплекса профилактических мероприятий было посвящено специальное совещание, на которое собрались руководители лечебных учреждений района, представители центра общественных связей и комитета по образованию. Наша цель это, безусловно, просветить население о первых признаках инсульта, как поступать в этом случае, и дабы сократить риск людям, которые попадают в эту непростую ситуацию. На совещании было решено проводить лекции, в том числе и в образовательных учебных заведениях, где специалисты-медики могли бы ознакомить старшеклассников с навыками определения основных признаков возникновения инсульта. Одно из таких занятий уже прошло в первой Щелковской школе. Самые главные признаки, о которых мы говорили сегодня, это вот, наверное, три признака. Так называемая аббревиатура «удар» по первым буквам. «У» это обозначает улыбка, то есть нужно проверить улыбку человека, попросить улыбнуться. Чаще всего, если есть инсульт, улыбка будет кривое, лицо будет несимметричное. Значит, следующий это «Д», то есть движение. Можно попросить поднять две руки. В слове «удар», которое специально предлагают заучить, его легко запомнить. Есть еще две буквы. «А» – это от слова «афазия», то есть нарушение речи. И последняя буква «Р» – она указывает на то, что нужно немедленно принимать решение – вызывать скорую помощь. Это очень важно, потому что, если не предпринять какие-то меры, то это все может очень трагически закончиться. Человек может стать инвалидом. Ознакомительные занятия по основным признакам инсульта были проведены и в комплексном центре социального обслуживания населения «Забота» для людей, которые по возрасту с большей вероятностью попадают в зону риска. Для тех, кто пришел сюда в этот день, 29 октября, кроме ежедневной зарядки и планового взятия крови на анализы, лекцию по сосудистым заболеваниям провели специалисты, приехавшие в заботу из Центра здоровья «Заводской-4». Потому что нашим основным слушателем являются люди пенсионного возраста, те, кому в принципе действительно реально грозит инсульт. Но мы говорим не только об инсульте, мы говорим о причинах этого заболевания, этого тяжелого осложнения, о гипертонической болезни, о нарушении их питания и о том, как с этим бороться. Общими усилиями специалистов медиков и социальных работников за последние годы, в том числе и с помощью ознакомительной деятельности среди всех категорий населения, удалось значительно снизить смертность при инсульте. Если 10 лет назад в России она составляла 123 случая на 100 тысяч человек, то в последние годы снизилась на 45%. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково»